теперь так идем дальше а я не могу дальше идти пока кружка не приволоку сейчас секунду посмотрите опять же долго про большинство из вас у нас узкий круг увидел этот фильм про финляндию 5 серий вышла значит я делая серию за серия вникает дальше дальше конце концов пришел мнение с одной стороны полнейшая зависть к организации работы автоматизации высочайшим этим самым ну видно как люди работают видно все качество саженца меня не устроило абсолютно сейчас я только чтобы мне не повторять эти фильмы вы просто видите саженец высотой может быть даже полтора ческих роста ну два метра это точно вот их специально как я понял растят очень мощными высокими делают внимание смотрите внимательно внимательно делают метровый штамп видели ничего не путаю делают метровый штамп так и вот этот метровый штампа работает против саженца то есть на лишний метр надо поднимать влагу это не шутки сейчас увидите саженец который растила женщина которая является моей со автором этих фильмов зовут ли у него николаевна живет в финляндии но наш человек переживает за питерцев вот очень переживает почему сама нарвалась на эти саженцы с виду прекрасная но выращены по на мой взгляд по изверской технологии вот которая перекрывает достоинства вот смотрите внимательно привет и на карликовый подвой проколик подвой мы поговорим ниже там где есть такой как его не базинский вазик вазинский александр ну и из тех которые знаете постоянно надо это типа моська ахмоська знать она сильна коль лает на слонах это как раз про таких носик но тем не менее польза от них есть вы поймете пока я не буду объяснять что такое карликовый подвой кто меня слушает постоянно те про это уже прекрасно знают вот вы как хочется сейчас про это сказать вот по эти несколько недостатков которые сводят в общем фактически карликовые подвои деревья на как по двоих нас не накормят россии не накормят и не накормили и никогда не накормят даже если будет скажем саду по 10 штук все равно ничего не получится вот это реклама вот они 5000 если по 8 когда я прочитал слово длинномер длинномер а чем длинномернее тем быстрее надо выкинуть а пока выкидывать деньги но опять же мы это проходили будет проходить так саженец вот такой вот я только вот на этом и дальше сильно много всего вот такой саженец она посадила и на 2 тут отрезать а они им не надо было уничтожать нижней скелетной ветки не надо было вот дерево не обманешь спасение дерева этих ветках без них не будет это питательство поступать еще раз заметьте не вверх вверх само собой а корням том числе глюкоза вот жалко нет глюкомерта для них чтобы я знали что отрезая эти ветки это страшная вещь что вы творите вот где вы родились почему вы не родились 19 веке там это самое меньше вреда было потому что там нет средств массовой информации вот эти пошел год у людмилы николаевны саженец еще вот теперь полагается это все уничтожить вот это противоречие между я считаю несовременной современная на есть уничтожить уничтожить вот это говорят не только уже исакова с медведевой как кто калечит я пах а у не многих фамилий то известный пах тимирязев я понял одно заранее говорю тимирязев академия их жалко они могли бы перестроиться но никогда этого не случится до закрытия потому что пользы от них нет то что показывали там в ролике выращивать эти сосны и бреди ну хвойные растения красивые но их в лесу хватает вы знаете какое преступление совершалось вчера или позавчера показывали трансляцию выбрать в тайге подмосковной я группа я оговорился ладно подмосковном лесу самую красивую ель подлецы спилили и повезли на центральную площадь москвы подлецы подонки предатели я знаю мне за это ничего не будет потому что нас просто никто не слышит но придет время когда-то на 1 будет указ нового президента из наших а это время придет иначе страна просто рухнет первый указ приравнять срубленное дерево к убийству человека даже не так управлять убийство дерево к убийству человека а то по кошкам собакам плачемся ель самую лучшую в тайге понимаете вот сейчас я смотрю многие из вас наверняка вот как бы сразу а вот вчера смотрели видели как ее пилят видели как транспортируют и каждый год это показывает каждый год самую лучшую ель это генетика это невозможно это если бы где-то инопланетяне они бы лучше бы не помогли людям которые уничтожают природу а уничтожили чтобы сохранить эти ели сохранить червей сохранить муравьё ведь что творится то какая-то злоба что вот сейчас нужно взять эти ветки отрезать лучше в этот вообще это вообще и скажи это и нормально а в январе выкинуть на дрова пойдет или куда-то еще смотрите сюда когда я сравнивал вот это саженец который финский питомник раскрученный да продал нашей финской землячке то есть людмиле николаевне так он я выжил только потому что снизу образ так а так ему уже смерть грозила и что-то у нее погибало вот но мы это фильмах всем рассказывали показывали так понятно да и все таки внимание присылает мне я не выбирал эти фотографии у меня целая папка их они все такого рода вы хотите прочитать это шедевр посмотрите и все равно вот у него это этот выжил финский но восемь тысяч или пять давайте смотрим об куплен филляндии там получалось две с половиной где-то да а вот скидки еще были может две может полторы тысячи ну например если в рублях вот то что она вот эту линейку поставила это высота штаба это он потом оброс это потому что она теперь очень сажализовать понятно я горжусь этим что она не уничтожила а в размести этот снимок у туманова на его с миллионом этих подписчиков вот первым делом может быть она уже поумнела ведь я отвечал на вопросы агрессивные вопросы когда да вот сами калечите вот а люди не даете вот может быть она помнела но если бы это было год назад я уверен что тогда бы она бы написала сто процентов сто один процент сто два процента 200 процентов вероятно что она написала бы уничтожить эти ветки а я почему говорю потому что а была бы одна это не это ханалия по уничтожению нижних веток забит интернет сегодня сейчас я столько фотографий сделаем потом показывать буду я буду проклинать единственное что нас больше бы стало вот что хотелось бы вот посмотрели да вот и кто это что это за деградируешься предприятие правильно называется сорт абрикос до огни челябинского ухты какой сорт вот открыта корневая система один год сады россии я вот в этом месте митя слов анекдот это у меня как бы узел авто память грустно грустно слушайте анекдот мужик заподозрил свою жену в измене что хочу так говорю бесплатный вебинар бесплатный как бы за деньги я бы лекции читал пункт 1 замажьте вот эту рану пункт 2 смотрите как бы я говорю отрежьте вот так если еще не поздно ну то есть вот эту вот гниль отрезать вот ну и так далее и пункт 3 вот так бы я но если бы тогда я бы начал первый вебинар первым бы и закончил больше бы их не было а у нас все время дают поводы продолжать смотрите итак деградировавший этот самый и у меня как раз на память попался питомник анекдот вспомнил мужик снимает квартиру напротив с восемь биноклем как у окна и смотрит что же будет изменяет или нет подъезжает роскошная машина выходит оттуда одетый как дэнди мужчина красавец молодой в одной руке там сумка с шампанским в другой руке тоже там какие-то подарки и заходит подъезд потом смотрит в окно ага все хорошо видно видно как это мужчина раздевается мышцы играют такой мужчина аж дух захватывает и вдруг раздевается его жена да как он посмотрел на нее посмотрел на ее прическу на ее отбивший живот и говорит господи как перед олигархом-то стыдно так вот вы поняли мне стыдно пусть они продали коллегу но он выжил а теперь представим судьбу вот этого мне стыдно мне стыдно если братья уже вернуться к садоводству вот за это вот ну куда дальше то деградировать это не я придумал это не я бирку рисовал и так саженцы Финляндии Алексейка Алексей тоже прислал письмо он посмотрел этот фильм смотрите Валерий Константинович в фильме саженцы Финляндии мелькнули кадры так обрезают яблони Финляндии не могли бы вы прокомментировать этот эпизод а после этого фильма я прокомментировал шестой уже серия не поленились да вот шестая серия и там еще подробнее я могу одно сказать их форма кроны подрезалась каждый год это все видно в этих рекламном ролике да как подрезалась прищипывание раз отрезались центральные проводники два а причина я думаю технологическая то есть это самое как ее назвать садовая причина как бы технологии выращивания здорового санкции нет потом едет трактор он высокий вот такой вот буквой П и он должен целиком саженец а он мощнее высокий проехать а он не может уже проехать из боков не может и они отрезают центральные проводники и для чего проехал а это же работа как бы сказать на потоке то есть там не как у нас пять человек там одного хватает того же тракториста или двое рядом сидит и лежит а второй идет по земле и отрезает вот эти ветки которые полезли сюда и все это в середине лета а почему значит трактор и вот они под трактор подгоняли подгоняли но потом видимо оставляет свободно плавание наконец-то достигает роста два с половиной метра а я вот думаю а почему не продать годовалый а тогда придется продавать как наши вот 600 рублей да вот а он пять восемь тысяч и вот расчет на самое невежественное невежество какое можно только представить нашей стране помните как я говорил в этом сексуальном смысле хочу потолще и подлиннее так и тут уже не в сексуальном а в садовом смысле если саженец аккуратный годовалый ну в крайнем случае годовалый который еще не надо колесить летняя обрезка приводит к ослаблению морозойкости на 5-10 градусов а ему плевать по эту сторону они будут здоровыми а за стороны никто не отвечает вот обожглась же наша это землячка в Финляндии обожглась а здесь получается одно-двугодовалый а продавать-то придется ну пусть не по 500 ах с Финляндии и все таки тысяча понимаете и все таки тысяча не больше не купят ну а этого красавца метр только там уже вот отсюда пошел, красавец, еще полтора-два метра. Ну, в фильмах увидите. Ну, как же за него не отдать-то 8 тысяч, ведь он сейчас запланировался. Ну, а дальше это я отвечаю на вопрос Алексея Александровича. Я как мог ответил. А то, что они ослаблены, морозтойкость, это само собой. То, что я не увидел Матричного сада, тоже само собой.